Здравствуйте, я Червяна Виктория Николаевна, научный сотрудник Волгоградского областного крыльевического музея. И сейчас мы с вами находимся в зале природы, где каждый экспонат имеет свою историю и легенду. А из нашего рассказа сегодня вы узнаете о том, кого можно назвать монстром, кого еще доят помимо коров и как отличить настоящее от фальшивки. Но обо всем подробнее. И сейчас, наверное, каждый из вас вспомнит фразу, точнее забавный эпизод из царской трапезы. В комедии Иван Васильевич меняет профессию. Икра черная, икра красная, икра заморская, баклажанная. Конечно, в царской России икру можно было купить повсеместно. Продавалась она практически в каждом трактире. Ну, а сейчас это деликатес, который стоит больших денег. И как вы уже догадались, мы с вами поговорим о рыбах семейства осетровых, занесенных в Красную книгу, так как они находятся на грани исчезновения. И самая большая рыба в этом семействе – это белуга. Или, как ее еще по-другому называют, царь рыба. Кстати, в Российской империи белугу вылавливали весом до полутора тонн, а длиннодела ее доходила до синим метров. Конечно, так повезло только нашим прабабушкам и прадедушкам. В нашей современной России уже белуг такого места не вылавливали. В данном случае перед вами белуга, выловленная на территории Волгоградского региона в 1976 году. И ее вес составил 150 килограмм. Длина ее тела составила 2 метра 40 сантиметров. Ну, белугу по-другому еще можно назвать монстром. Представляете ли мы такую рыбу, плавающую в древних реках и морях среди монстров? Конечно, а ведь монстром не является и она сама, так как это самая большая, вечная рыба на ныне живущих. Но интересно еще и другое, что возраст белуги соответствует человеческому. Конечно, насколько это можно сравнить. Белуга живет у нас до 100 лет. Но самки достигают половой зрелости в 27 годах, а самцы – в 18. Но у белуги бывает, в которой всем хорошо известная черная икра, не всегда черная. К примеру, самки, возраст которых 25 лет, дают икру насыщенную черного цвета. Белуги, возраст которых доходят до 50 лет и чуть-чуть старше, дают икру серого цвета. А белуги, возраст которых превышает 80 лет, дают икру золотистым отливом. Но интересно еще о том, как же можно отличить икру. А икра бывает разного оттенка. Помимо того, что и возраст белуг разный, и разная, конечно, икра. Но, а бывает и фальшивая на нашем рынке. Если вам посчастливится ее попробовать, то знайте, что настоящую икру можно отличить следующим образом. Возьмите в кружку крутой кипяток и киньте туда пару икринок. Если икринки растворились или стали практически незаметны, значит, икра сделана из желатина или водорослей. Если цвет икры окрасил воду и вода стала серая, значит, икра сделана из рыб менее ценных пород, просто подкрашена. Ну а если икринки заварились и стали настолько твердыми, что их можно разрезать ножом, то знайте, вы наверняка едите самую настоящую на весь мир известную черную икру. Ну, а еще больше интересного вы узнаете в соцсетях.